В начале октября в России отметят День пожилого человека. Но в организациях, для которых работа с пожилыми каждодневная, этой даты не ждут. Ведь помощь нужна постоянно, особенно людям с ослабленным здоровьем или одиноким. И вот уже сейчас некоммерческая организация ОПЕКа приглашает всех тамбовчан и жителей области принять участие в акции «Помоги едой и добротой». И сделать это совсем несложно. В магазин Вера пришла за продуктами для своей семьи. Про акцию с простым и понятным названием «Поделись едой и добротой» узнала тут же. Решила, что ей по силам помочь и с радостью оставила небольшой продуктовый набор. Своих родственников всех мы опекаем, оберегаем. Все они в достатке, довольно-таки мы это все-таки, наверное, люди одинокие. Для нас как бы это несложно потратить небольшую сумму. А для них, я думаю, это существенная экономия своих личных средств. Все эти продукты уже через несколько дней отправятся пожилым людям, которые проживают в пунктах сестринского ухода. Там одинокие старики и инвалиды получают уход и медицинскую помощь. Такую акцию некоммерческая организация «Опека» проводит уже третий год подряд. Дарья работала в составе волонтерского отряда, помогала одиноким бабушкам и дедушкам, которые живут в отделении сестринского ухода. Поэтому точно знает, что продукты пойдут по назначению. Делать добрые дела девушка для души. Для души больше. Молодость, она у нас не навечная. Мы тоже когда-то будем пожилыми людьми, которым нужно будет и внимание, и забота. И, как говорится, что сделаешь, то потом тебе и вернется. И маленькая Милана тоже захотела передать угощения для пожилых людей. Хочу помогать одиноким бабушкам и дедушкам. Нина Чеботарева, куратор проекта, приглашает всех желающих навестить пожилых людей вместе с волонтерами. Готовимся к Дню пожилого человека, это 1 октября. Любой желающий может присоединиться к нашей акции. То есть мы повезем как раз продукты, те, которые будут согнуты за неделю, это акция. И также может присоединиться и увидеть, что... И пообщаться с теми людьми, которые там живут. То есть пожилыми и одинокими людьми, которые там живут. То есть они как бы увидят, что мы все это передаем туда. То есть никуда больше мы это не отдаем. Всего за полчаса работы нашей съемочной группы корзина начала наполняться. Печенье, конфеты, крупы и другие продукты с большим сроком годности можно оставить в корзине около информационного баннера или принести в офис благотворительной организации на улицу Широкая, 4. Сейчас оставить продукты можно в магазине «Эконом» в Тамбове на улице Лермонтовская, 175-Б и в Котовске в магазине на улице Колхозной, 3. Об обновлениях акции можно будет узнать в том числе и на нашем сайте tvtombov.ru Субтитры создавал DimaTorzok